Всем привет. Привет всем, чат. Ну как? Настроила камеру и свет. Не, ну просто, я, короче, поняла, что у меня дело было в камере. У меня же теперь две камеры, которая моя, которую я связала в Киев. И вторая, которую я купила в Москве, пока была, пока моя камера была в Киеве. Поэтому у меня сейчас вторая камера, ее надо настроить так, как эту. Либо продать, либо оставить до лучших времен. Привет всем, чатик, привет. Ой, я соскучилась. Ну все, теперь стримы каждый день. Ну ладно, не буду пи***ть о том, что они каждый день. Потому что ничего не обещаю. Ну вот, все. Я даже, даже, даже все настроила. Вот, выгляжу я, конечно, очень хуйно. Но ничего страшного. И разговариваю очень смешно. Напоминаю, что у меня проколот язык. И до 20-го часа я буду разговаривать примерно вот так. А у меня брусинка. Кринжевенькая немного. Какая камера? Точно такая же, как у меня здесь. Sony, Sony, какая-то Sony. Она по сфимам. Если вы еще не поняли и не знаете. Я в Москве. Прилетела я из... Смотря как с какого момента вы меня не смотрели. Вообще, я прилетела только что в Сочи. Но вообще, я еще была в Киеве. Но я прилетела в Москву. Вот. А что рассказать? В Сочи? Да никак. Я прилетела ровно на сутки. А все это время я даже не гуляла. Мы съездили. Ну, получается, у мамы даре было. И мы были в ресторане. Все время были в ресторане. И потом вышли прогуляться. Был дождь. Было холодно. Я съела два эклера. Я съела два эклера. Чат. У нас новое правило. Я забыла вам еще раз повторить. Что я, если упоминаю свои личные отношения, своего молодого человека, я дарю пять сабок. То есть одно упоминание пять сабок. Поэтому можете писать, спрашивать. Там, не знаю, вас будут банить, мутить. Это уже на усмотрение моих модераторов. Вот. Но просто держу в курсе. Я не поднимаю эту тему на своем стриме. Вот. И все, если что, прекрасно. Просто такое вот у меня правило. Короче. Рассказываю. Была в Сочи. И нет, нет. Это просто предупреждение. Все. Я полетела в Сочи к родителям. Моему будет день рождения. А, боже. Ну, я это уже рассказала. Ну, блин. Ну, стык. Короче. Позавчера было, получается, ДРМ. Я напилась. Я напилась с родителями. Чат. Вы когда-нибудь пили со своими родителями? Я так напилась. Капец. Я сидела. Ну, я пила, естественно, только благородный винный напиток под названием вино. Что? Ну, я вообще. Я... Ну, не в хлам. Ну, я так нормально. Я такая сидела. Такая... Девочки, я пьяна. Ничего. И мы просто с родителями с такой взрослой компанией. То есть мамины еще были подруги и друзья. Вот. Ну, было всего два мужчины. Мой папа и друг моей семьи. Вот. Мама с папой. И все остальные были женщины. Девушки разного поколения. Такие, знаете, умные девушки, умные женщины. И мы обсуждали, много разговаривали. Короче, такой у нас был ведьминский какой-то шабаш, такой вайб. Вот. И все были немножечко прибухнутые. Пили даже те женщины, которые вообще никогда практически не пили. В общем, было офигенно. Просто офигенно. Мне очень вот это прям зашло. Очень понравилось. Очень было необходимо. Но просто как высасывают силы и энергии. Просто я, ну, вообще. И столько я, не знаю, как-то вот отдавала свое вот какое-то женское. Вот этот женский круг. У нас такой какой-то был семинар вайб. Вот. Ничего. Они потом пошли танцевать. И все. И вот так закончился вечер. Где-то в час ночи вернулась домой. Блин, ребят, я серьезно. Как же круто иметь родителей и взрослых людей, которые шарят за... Ну, как вам объяснить? Ну, короче, нормальных вот родителей. И, естественно, там... А, и второй сестре. То есть, это две сестры. Одну 15, другой 18. Вот. И мне почти 23. Ну и все. И мы вот на таком вот поколении были возрастающим. Вот. И прикольно. Прикольно было пообщаться с такими девчонками. Они, ну, открыты со своими родителями. Точно так же, как и я. То есть, разрешили пить. Они там напились, как говорится, ну, в меру. И мы... Короче, очень прикольно получилось. Я не знаю, как-то вот по-европейски, я бы сказала. То есть, вот, когда все поколение в сборе. И все открыто разговаривают ни о чем. Ну, типа, нет никаких секретов ни от мам, ни от... Ни от кого. Не знаю, поймете вы меня или нет, но было очень прикольно. Но это очень сильно мне дало по какой-то, я не знаю, какой-то духовной морали. Ну, я думала, что мы пойдем в какой-то бар потом ночью. Но это я такая, типа, добрый день, мне 23 года, скоро я хочу в бар. Маму, конечно, нормально. Маму, у меня вообще сейчас папы не пьют. Вот. Но они раньше у меня пили. Сейчас вообще не пьют. Но, как бы, на дыре можно. Тем более, дочь. Я такая, всех всех угощала, естественно. Всем это все оплачивала. Я была просто, знаете, как биг-мама. Реально. Ну, думайте, кто оплачивает? Это, конечно же, я. Я. И только я. И вообще, типа, это даже не обсуждается. И каждый, кто-то что-то заказывает. Я такая, давай, сейчас оплачиваю. Короче, где-то там на 40 кесов мы нажрались. Вот. Потом я проснулась. Я очень долго проспала. Я проспала минут, ну, часов в 9. Но я не выспалась. И я проснулась. Мне было так херово. У меня было самое настоящее. Ну, как это сказать? Не похмелье. А когда вот, ну, после алкашки. Мне было так плохо. И я еще так. И мы после этого поехали завтракать. С той же компанией примерно. С этим языком разговаривать просто невозможно. С той же компанией поехали завтракать. И что-то они меня еще тоже опять нагрузили. И я... У меня такая депрессия хлынула. Я еще пост писала в Телеграме. Я его потом удалила. Потому что... Ну, что-то я вообще... Я прям сижу. И я прям плачу. Я на завтраке разрыдалась. Ну, там, конечно, все уже ушли на смотровую площадку. А я сидела завтра с мамой. И я... И просто... Я прям устала. Устала от всех этих перелетов. Переездов. Смен компании. Смен вот это... Тут кто-то рассказывает о своих проблемах. У тебя свои там. Вот это вот все. А, я, короче, в один момент поняла, что все. Я уже просто не могу... Хочу домой. Хочу в Москву. Хочу стримить. Я не хочу больше ничего в этой жизни, кроме стримов. Не знаю, зала и все. И, короче, в один момент прям очень сильно дало по морали. Ну, и потом... Ну, оказалось, что у меня температура 37 бахнула. У меня месячные пошли. Прям вот в этот момент, когда я... По морали. Ну, и все. Я поехала домой. Сказала маме, мам, мне плохо. Хочу домой. Приехала. Поспала. Проснулась. И такая... Так все, хуже. Какая-то история. Последние два часа с родителями я провела просто такая, типа... Да все круто, п*****. Я сейчас сдохну, но все круто. Ну, все, поспала. Я опять проспала часов 10. Я очень много сплю в России. Очень. Я в Киеве спала 6-7-8 часов. 8 часов максимум. И от этого была... Ну, короче, проблема со здоровьем. У меня, кстати, была задержка месячных жесткая. Ну, они были, но очень плохие. А тут как будто... Вот, короче, у меня месячные пришли. Нормальные. Хорошие месячные. Ты же в курсе, чат? В планах сейчас в России стримить. Еще раз стримить и стримить. И гулять. Гулять, стримить. Заниматься спортом. И учиться. Ничего не поменялось. Ура! С маджестальцами я встречалась. Не знаю. Люблю, обожаю, помню. И получается, мы с ними не виделись полтора года где-то. Даже больше. Ой, даже... Нет, не больше, точно. А я заехала буквально на часик увидеть, как у них дела, и все. Планировали я совместное что-то с Модестал. Ну, если они меня куда-то позовут, вообще, я бы РЛ стрим забахала бы в парке. Но они еще месяц здесь будут. Я думаю, мы еще успеем. Обязательно сделать совместный стрим. Вот именно РЛ. Мне надо купить штатив, кстати. Вот. У меня столько бабок трачу, че? Дайте денег, серьезно. Мне нет денег. Ну, правда, блядь. Я не успеваю копить. Вот, у меня заплатили мне, ну, получается, джиджидроп и ксф. У меня нужно отрабатывать рекламу. Я отрабатываю. У меня деньги просто с каждым днем. Просто уходят и уходят, уходят и уходят. Ладно, нормально. Если что, пойду на OnlyFans фоткать свою жопу и сиськи. Да, надо штатив купить. И все. Больше. Вот, чат, просто фиксируйте. Больше, джиджи, никаких трат. Потому что это... Я все, что мне нужно, я уже купил. У меня есть новые шмотки. У меня есть новые кроссы. Нужно еще за хату будет заплатить. И все. И еда.